Вы уже день проводите здесь, во второй столице. Вы знаете, чтобы не тратить время, я хочу сказать, мы с вами присутствуем в одном из лучших городов мира, в одном из лучших городов нашей страны и в одном из знаковых мест. Вот из этого окошка я каждый раз смотрю и вспоминаю картину расстрела июльской демонстрации 1917 года. У меня дома висит огромная картина, снял из этого окна, нарисован Невский проспект. Это такое знаковое место. Его рисовали много десятилетий, я бы сказал, столетий. Вот из этого окна это место. Но после краткой экскурсии, которую я думаю, что большинство так или иначе посетили, а многие здесь были не по одному разу, я думаю, что можем перейти к делу. Я с удовольствием представлю, вот у нас сегодня новый состав совета. Вы все видите, знаете, как бы у нас сегодня присутствуют две трети совета. Ну, а если считать с тем, кто на экране, это практически у нас подавляющее большинство, и там трех людей нет по уважительной причине. Михаил Ефимович в отпуске швыдку, я с ним разговаривал, он сегодня только возвращается, ну и так далее. То есть у нас кворум есть, все в порядке, я с огромным удовольствием предоставлю слово министру культуры Российской Федерации, Ольга Борисовна Любимовна. Пожалуйста. Спасибо большое, Михаил Валентинович. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я рада приветствовать вас всех на первом заседании попечительского совета Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. И нам представляется очень важным, что одна из крупнейших, старейшая в России библиотека обрела свой совет попечителей, в который вошли видные представители и научного, и образовательного сообщества, и культуры, и политики, и бизнеса, и средств массовой информации. Такая форма работы вообще в федеральных учреждениях культуры чрезвычайно важна, и сразу хотела поблагодарить всех, кто включился в нашу работу, и мы искренне надеемся, что совет будет играть очень важную роль в развитии национальной библиотеки и поможет добавить ряд интересных проектов, откроются новые возможности и возможности реализовать новые инициативы. Традиционно главной задачей библиотеки является сохранение информации. В наши дни эта работа приобретает еще большее значение в сфере культуры. Сейчас функционирует вместе с библиотеками новых регионов уже более 41 тысячи общедоступных библиотек, и каждая из них, будь то федеральная или небольшая сельская библиотека, сталкивается с одним и тем же вызовом. Как сохранить свою главную функцию, оставаться центром достоверной информации при сегодняшней скорости вообще информационных потоков, новых цифровых возможностей? Министерство культуры и наши библиотеки работают над этим вместе, и я убеждена, что слаженно и системно, и учитывая накопленный опыт и современные технологии. Сегодня у библиотек есть возможность и самое главное желание развиваться, становиться более современными, становиться более востребованными. И с 2021 года мы приступили к созданию национального библиографического ресурса, который позволит собрать на единой площадке полный и достоверный массив информации обо всех изданиях, которые когда-либо выпускались в нашей стране. Российская национальная библиотека отвечает за реализацию проекта в части формирования ретроспективной библиографии. Проект очень важный как для и профессиональной отрасли, так и для самых простых посетителей, наших студентов, наших юных посетителей. Для библиотек появление такого ресурса означает, что больше не потребуется дублирующих усилий по созданию библиографических записей. Для идентификации издания можно будет заимствовать эталонную запись. Обычный пользователь ресурса сможет найти информацию и о древних книгах, выпущенных в нашей стране, начиная с первой, с апостола Ивана Федорова, и о более поздних. И, конечно, просто о новинках. За 22-й год РНБ передал оператору проекта Российской государственной библиотеки более 1 миллиона записей. До конца 23-го года Российская национальная библиотека планирует передать весь оставшийся массив, это чуть более 800 тысяч записей. Также я не могу не упомянуть о работе с коллегами на наших новых регионах. Общей задачей федеральных библиотек сегодня является помощь библиотекам новых регионов, и, главное, граждан полноценно интегрироваться в единое культурное пространство нашей страны. Это огромная работа. Нашим коллегам очень непросто работать, они спасают и свои фонды, и обслуживают читателей подчас, мы понимаем, что в очень сложных условиях. Поэтому важнейшая функция Российской национальной библиотеки – это научно-исследовательская, производственная, методическая, обучающая деятельность в сфере сохранности библиотек, фондов вообще в нашей стране. Ну и новое, конечно, направление – это работа с новыми регионами. Именно поэтому Российская национальная библиотека назначена ответственной за научно-библиографическое обеспечение библиотек новых регионов. И в этой работе акцент будет сделан и на подготовку энциклопедических, и справочно-библиографических изданий в новых регионах, и координация работы по формированию базы по истории новых регионов. И отмечу, что эта деятельность охватит все библиотеки в четырех новых субъектах, а их более тысячи – 1057 библиотек. С 2022 года мы приступили к комплексной работе по реставрации имущественного комплекса библиотеки. Эта работа рассчитана у нас на несколько лет. Говоря о глобальных перспективах национальной библиотеки, подчеркну важность ее развития в формате совместных проектов с различными учреждениями культуры и науки и взаимодействия с коллегами из других стран. Эта задача сейчас тоже такая острая и очень актуальная. Будем работать вместе, помогать друг другу. Российская национальная библиотека, основанная Екатериной II, как первая общедоступная библиотека России, имеет богатейшую историю, входит в число пяти крупнейших библиотек мира, если я не ошибаюсь, обладает уникальными фондами. Сегодня мы, к сожалению, очень коротко имели возможность, но совершенно фантастическая сама по себе экскурсия. И, конечно, огромное желание, я думаю, что у каждого вернуться в каждый из отделов и познакомиться не только с этими древними фолиантами, но и с невероятными совершенно сотрудниками, которые трудятся здесь годами. Мы знакомились с этим 40 лет, да, ну, фантастические совершенно люди. Именно поэтому нам очень важно, чтобы РНБ стало флагманом развития и социокультурной, и музейной, и экскурсионной деятельности подобного рода в учреждении, а также частью культурных маршрутов и визитной карточкой для туристов Санкт-Петербурга. Российская национальная библиотека ставит перед собой много амбициозных задач, о которых нам сегодня расскажет Владимир Геннадьевич. А я благодарю еще раз всех, кто принял на себя это, принял предложение и стал членом Попричительского совета, а также желаю нам всем успехов в совместной работе. Спасибо большое. Большое спасибо, Ольга Борисовна.